всем привет вернулась весна к нам соответственно стало тепло и можно снова гулять давно я не снимал ролики в джерси сити ну естественно нахожусь то я здесь на этой стороне джерси сити ну а здесь вы видите конечно же знакомые наверное всем виды даже кто вживую не видел виды все равно знакомые вот там вот опять что-то строится большое нью-йорке все время все время что-то строится хотя и нью-джерси тоже что-то строится вот я дошел сюда а тут достал камеру пройду с вами по улице по этой улице я с вами еще по моему не ходил вот там вот помните вон это белая голова стоит вон там он далеко у этой камеры нет зума как вы знаете да ну вон там она где-то вон она вон она белая я вам ее дроном снимал осенью когда еще не было холодно но сегодня мы уже несколько дней да даже пару недель уже далеко не каждый день холодно вчера было а по цельсию я пересчитывал 24 было сегодня поменьше чуть-чуть 20 но тоже нормальная тема в принципе да сегодня 68 там по по прогнозу это значит 20 по цельсию нормально наконец можно жить а то холод это рух хотя на лыжах конечно мы в этом году покатались нехило очень много раз и наш сезонный билет мы конечно отработали по полной программе использовали как только могли точно катались намного больше раз чем нам бы это стоило если мы платили отдельно за каждое катание так что нормально мандалай он хатсон мандалай лай такие квартирочки здесь тоже все не так давно построено относительно вообще много квартир понастроили в этом джерси сити здесь где-то уже и хабокин недалеко туда вправо ну пройдемся с вами по этой улице я там машина запаркована не по этой улице чуть влево ну сейчас мы вот как раз с вами и дойдем смотрите какой chevroletic стоит это камара по моему да 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 конечно камара а он у него даже написано камара не ну как не знать камара конечно это камара желтенький сегодня суббота ну как всегда вы знаете джерси сити у меня по субботам часто случается так что идем мы с вами прогуливаемся по улицам довольно тихо довольно спокойно движение немного не как тесла еще стоит этих тесел навалом везде блин куда не плюнет тесла стоят уже прикольно конечно но на теслу ребята если сделать заказ сегодня то ждать надо будет месяцев 10 минимум а то и уже еще дольше так что все те товарищи которые мне там еще критикуют ярые фанаты теслы до тесла в чем-то лучше конечно да но извините я не хочу ждать 10 месяцев как минимум а тем более что на теслу уже с конца 2019 года нет хорошего такого налогового возврата 7500 долларов а знаете это неплохо в принципе так что друзья мои сейчас уже появилось много интересных альтернатив вот тоже все жилые дома смотрите все 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 это сколько же здесь людей живет да если так подумать сколько здесь живет народу просто тысячами тысячами знаете я никогда не смотрел количество населения в джессе сити надо будет в гугле потом в телефоне набрать быстренько посмотреть сейчас руки заняты что там за там всего одна идет но по телефону орет так что блин слышно ее на всю просто улицу да вот у этих домов гаражи есть что конечно хорошо если бы у них не было еще и гаражей представляете как были бы забиты эти улицы они так-то забиты но тут хотя бы вот видите ну выходные хотя бы вот вот место в принципе можно найти при желании если бы еще вот эти вот подвинулись здесь бы две машины встали вот так вот ну да ладно сейчас не так все плохо суббота воскресенье ну а с понедельника по пятницу здесь сделать то в общем и нечего ну во всяком случае мне понятно у всех разные свои дела но мне лично здесь ничего нет чем мне нужно было бы делать а вот выходные выходные у нас детские занятия так что тут надо находиться вон трамвайчик вон трамвайчик местный поехал помните я прокатился один раз тоже заснял вам видосик это было то уже номер года три назад еще до того как эти намордники всем надели сейчас до сих пор во всем транспорте насколько я понимаю надо маски носить до сих пор заставляют маски у нас наконец отменили в школах так я так понимаю только что зеленый свет нагорел а вот все им загорелся значит подождем подождем трамвайчик вам заснимем а трамвайчик тоже останавливается трамвайчик то красный свет горит какая она громкая иди уже давай все машины не едут там им красный свет горит а здесь им горит зеленый горел ну что значит можно переходить что здесь такое закрыли интересно здесь что то будут строить явно к чему то подготавливают что то а может быть просто парк какой то откроет на этом пятачке не обязательно какое то здание очень много на самом деле общественных пространств особенно в последнее время стали строить ну прям господин варламов прям уписается от счастья увидев все это вот ну в целом в принципе это и неплохо общественные пространства должны быть так они останавливаются а все зеленый свет конечно должно быть место для гуляния народных гуляний это все правильно все тоже похоже на новопостроенные здания хотя знаете судя по вот этим решеткам сверху просто с дырочками это скорее всего парковочный гараж автомобильный гараж сверху а внизу магазины не ну в принципе логично свято место пусто не бывает внизу магазинчики наверху пожалуйста ставь машину за 10-12 долларов в час кто-то и сейчас наверно там ставит у кого-то есть какие-нибудь типа проездного на месяц так что кто как крутится вертится это у нас была вашингтон стрит вот это по которой мы шли а сейчас мы повернем на первую улицу вот они рельсы ну и как видите электричество сверху по проводам идет так как здесь нет третьего рельса как у метро ну понятное дело чтобы на земле опасное электричество высоковольтное не ставить соответственно как трамвай наверху чтобы никто не достал а то вы знаете дурачков хватает попробовать потрогать а чё будет вы думаете в америке нет дурачков и ненормальных их тут хватает уборщики вон сдувают мусор листья в общем жизнь кипит вот смотрите собачий парк кстати я вообще поражаюсь я поражаюсь что люди здесь живут все вот здесь в основном вот в этих вот многоэтажках квартирах и судя по тому сколько я здесь вижу собак в городе не только здесь здесь понятно их много а вообще люди все время ходят собаками везде такое впечатление что в половине этих квартир живут собаки причем не всегда маленькие а и здоровые и огромные собаки как они живут этих квартирах я вообще не понимаю а вот это здание походу будут ремонтировать вернее уже начали ремонтировать но понятно забор поставили не знаю сносить будут или просто ремонт будут делать но опять будет что-то опять будет что-то более прилично выглядящие уже что в принципе неплохо это здание как я понимаю общественная public stories так это назвать общественные камеры хранения что ли как-то меня машина пропустила я как-то ждал ее чтобы поехал они решили меня пропустить на это видимо какие-то задняя часть этого этих комнат хранения общественные склады что ли так наверное можно это назвать вот сюда увидите сюда есть возможность грузовикам подъехать за дом и сгружать все он лаудинг зон но все правильно а где нила adding вам там сразу машины 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 запаркованы машины везде и машины везде 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 одни машины а это явно тоже какая-то новая постройка того что выглядит современные сегодняшние но вот как то так друзья мои то тот мотоциклами одно парковочное место занял сразу тремя ну хотя бы хотя бы одно место заняли всеми тремя а то иногда могут стать по одному мотоциклу на одно место вот это конечно обидно посмотрите когда-то здесь трамваи ходили другие старые и вот кое-где остались старые улицы каменные и рельсы старые трамвайные так и не выкорчевали уже сколько времени это прошло с трамваев тем говорю собаки везде везде собаки 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 кошмар а вот здесь я вам сейчас покажу вот такую вот вещь видите здесь станции зарядок так почти до конца квартала но вот это вот тесла она здесь стоит он чисто вставил провод но она не заряжается здесь на знаке написано здесь только могут парковаться автомобили электрические автомобили и только во время активной зарядки этих электрических автомобилей но вот это тесла я уже знаю я здесь проходил он просто вставил провод такой типа самый умный и все вот здесь запаркован красава вообще я сюда приехал здесь одно только место было который я успел занять потом смотрите вот на этого козла он здесь стоять не должен он не электрический но им пофигу следующий козел honda аккорд абсолютно не электрическая им пофигу вот это тут стоит правильно и он заряжается вот этот один из немногих кто здесь действительно легально находится это volkswagen id4 тоже одна из последних новых электричек тесла стоит смотрите тоже а тоже не заряжается она просто здесь стоит он даже не поумничал он даже он даже зарядный провод в нее не вставил он просто тут тупо встал так что на самом деле он тоже нарушает вот еще какая-то непонятная машина стоит чего она здесь она заряжается кстати чё тут заряжается до charging хорошо здесь кстати зарядка не бесплатная на этот раз здесь стоит 35 центов за киловатт что в целом считается дорого потому что дома то 17 центов за киловатт так что это дорого но все равно дешевле без бензина самое интересное а вот это mercedes здесь стоит козлина тоже просто так встал вот chevrolet bolt стоит заряжается с этим мужиком я разговаривал мне рукой помахал это тесла тоже не заряжается просто так стоит тоже скотина и вот это honda она вообще не заряжается вообще полное чмо чего здесь стало не знаю ну как зачем потому что всем пофигу потому что в джерси сити по субботам воскресеньем нет полиции которая ездит и вешает штрафы на все машины вот все и пользуются этим вот здесь вот непонятно здесь стоят зарядки но знаков не стоит что здесь только для электрических машин то есть здесь они по сути легально стоят хотя хотя на самом деле они тоже закрывают зарядки для машин но здесь они как бы могут ставить а там реально знак стоит что там нельзя всем другим ну в субботу воскресенье все плюют на все правила и соответственно всем насрать вот такие вот дела господа ну ладно пойду-ка я погулял я немножко чуть-чуть зарядил машину там не особо и не надо не надо было у меня и так там по уму 68 только процентов там на ней еще ездить и ездить ну так как дома пока зарядку не сделал то в принципе почему бы нет все равно это не так дорого все равно дешевле бензина так что нормально но это кстати моя первая платная зарядка до этого все время я нарывался на бесплатный сам не желаю того в принципе вот такие дела господа ну что на этом видео заканчивается всего вам доброго увидимся пока пока